Общее собрание Российского исторического общества в этом году провели в стенах МГИМО, одного из лучших гуманитарных вузов страны. Возглавлявший заседание председатель общества Сергей Нарышкин напомнил участникам, что в будущем 2022 РИУ предстоит отметить 10-ю годовщину с момента своего воссоздания. Сегодня Российское историческое общество объединяет более 100 ведущих центров науки, культуры, образования, сотни историков и любителей истории. Общество является эффективным каналом взаимодействия профессионального исторического сообщества, органов государственной власти, средств массовой информации и широкой общественности. Масштаб и сложность просветительских проектов, реализуемых историческим обществом, с каждым годом лишь возрастает. Наглядный пример – трехтомная монография «История Севастополя», приуроченная к седьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Полным ходом сейчас идет работа по созданию мемориального комплекса в память о мирных гражданах Советского Союза, ставших жертвами геноцида в годы Великой Отечественной. Кроме того, приоритетом для российского исторического общества было и остается преподавание истории в школах. Это основа, без которой невозможно сформировать гармоничную личность, воспитать патриота нашей страны. Утверждены пять линеек новых учебников по отечественной истории, полностью соответствующие историко-культурному стандарту. Полагаю, что следует, не откладывая, полностью завершить переход всех российских школ на преподавание по учебникам из этой линейки. А кроме того, поставить вопрос о распространении данного подхода и на среднее специальное образование. Итогом собрания стала новость о том, что Российское историческое общество будет участвовать в планировании бюджетных мест в вузах. Для этого было принято решение о создании комиссии РИО по вопросам высшего исторического образования. Ее председателем назначен член Совета РИО Андрей Логинов. Ему поручено предоставить президиуму предложение по составу комиссии до 15 июля. Выстраивать работу комиссия будет вместе с Министерством образования. Ассоциация становится совместно с Министерством центром ответственности по планированию и формированию контрольных цифр приема по укропненной группе специальностей «История и археология». Это означает, что общество будет самым активным образом участвовать на всех этапах и в планировании в целом контрольных цифр приема, в распределении их по регионам. Ну и вот важное очень обстоятельство – это еще и качество подготовки, соотносимое с количеством контрольных цифр и развитие высшего исторического образования во всех без исключения субъектах Российской Федерации. Кроме того, Миноборнауки совместно с историческим обществом сейчас прорабатывает идею создания Национального центра по изучению событий Великой Отечественной войны. Впервые такое предложение прозвучало в марте на заседании Президентского совета по межнациональным отношениям. Кстати, еще до начала заседания участники осмотрели выставку, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Сейчас, после вашего обращения на имя начальника генерального штаба, они позволили нам привезти сюда оригинал этой карты, а под ней цифровая копия. Вот это оригинал той карты, которую рисовал Батуль. В ходе заседания был утвержден и новый перечень приоритетных тем вплоть до 2024 года. Это и годовщина начала блокады Ленинграда, контрнаступление под Москвой, юбилей Петра I, темы, связанные с гражданской войной и важными историческими договорами и решениями. В основном он построен вокруг важных, значимых юбилейных дат. И это, в первую очередь, такой ориентир для членов РИО, на чем имеет смысл заострить такую, даже, может быть, не столько научную, сколько историко-простительскую работу. Потому что юбилеи – это всегда повод для того, чтобы простые люди, не специалисты, а любители истории, обратились бы к тем или иным историческим сюжетам. В 2012 году Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного императорского русского исторического общества. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры. Цель общества – освещение, популяризация отечественной и мировой истории, сохранение национальной памяти. Появилась надежда, что будет нормально поставлено историческое образование, что у нас будут восстановлены квоты на прием студентов на бюджетные места в вузах исторического профиля. Мы, академические учреждения, не могут работать без притока молодых специалистов. Сейчас понятно, что система этого притока будет выстраиваться, она будет в надежных руках. По итогам собрания в состав общества были приняты новые члены, создано несколько региональных отделений. На ближайшие три года председателем Российского исторического общества был переизбран Сергей Нарышкин. На тот же срок были переизбраны и его сопредседатели. С полным списком итогов и решений общего собрания можно ознакомиться на официальном сайте Российского исторического общества. Служба информации Фонда Истории Отечества.